Всем привет! Какая же поза для сна самая полезная? На спине, на боку или же на животе? Сегодня в этом разберемся. Начнем со сна на спине. По мнению специалистов, сон на спине наиболее полезен для организма. Позвоночнику не требуется перегибаться и он находится в максимально расслабленном естественном положении. Но важно соблюдать несколько правил. Прежде всего, подушка не должна быть очень толстой, чтобы в области шеи не образовались неестественные прогибы. А чтобы немного уменьшить нагрузку на спину, можно подложить под колени дополнительную подушку. Сон на боку. Важно следить за тем, чтобы во время сна на боку все тело располагалось по одной линии, а голова не была поднята слишком высоко из-за толстой подушки. Руги должны быть немного вытянуты вдоль тела, чтобы они не онемели от неудобной позы. Если у вас есть проблемы с позвоночником, особенно в поясничном отделе, можете подложить одну дополнительную подушку между коленей, чтобы уменьшить нагрузку на них. Считается, что на левом боку спать полезнее, чем на правом, поскольку селезенка в этом положении работает лучше, а желудочный сок не стекает в пищевод. При сне на правом боку желудок давит на поджелудочную железу и мешает ее работе. Кроме того, сон на левом боку противопоказан людям с заболеваниями сердца, так как на сердце в этом положении оказывается дополнительная нагрузка. Человек во время сна на боку в позе эмбриона полностью расслабляется и хорошо высыпается. В то же время это положение имеет недостатки. При нем увеличивается нагрузка на позвоночник, что может стать причиной грыжи. Также в этой позе затрудняется кровоток и затекают некоторые конечности человека. Сон на животе. Эту позу для сна врачи рекомендуют менее всего. Представьте, что вы весь день ходили с головой повернутой в одну сторону на 90 градусов. То же самое происходит все 8 часов в идеале, пока вы спите на животе. Кроме того, сон на животе может быть опасен для позвоночника, поскольку при изогнутой пояснице мышцы спины не могут полностью расслабиться. А еще по мнению некоторых косметологов эта поза вредит состоянию кожи, поскольку лицо сильно давит на подушку. На утро можно проснуться с отеками. Также при сне на животе кровь хуже циркулирует, что способствует появлению морщин. Что же необходимо для хорошего полноценного сна? Качество сна зависит не только от позы, но и от множества других факторов. Особенно важны такие, как правильная подобранная подушка и матрас, чтобы вам было очень удобно. Необходимо наладить режим сна, то есть ложиться и выставать в одно и то же время, каждый день. Хорошо проветривать комнату перед сном, это очень важно. Спать в тишине и темноте, а также ограничить употребление кофеина перед сном, активно вести весь свой день, не принимать пищу за 2 часа до сна и не пользоваться смартфоном и компьютером перед сном. Для качественного сна важно, чтобы кровать была широкой, не менее 160 сантиметров, а лучше 180. Каждому стоит иметь свою подушку и свое одеяло.